Всем привет! Доброе утро всем! Сегодня 8 мая, седьмой день начинается нашего путешествия. Ну, о вчерашнем дне коротко. Проехали мы 340 километров, да? Где-то так. Дороги проехали мы мало, ехали весь день, потому что в основном половина дорог, половина дороги, да, ремонт, покрытия нет, едешь 2-3 передачи, 20-30 километров в час. Видели Датсан, заезжали, значит, в супермаркет, все это вы уже видели. Сейчас мы находимся на краю, на окраине Ланудэ. Планируем поехать, посмотреть город. Нам надо заскочить в Гиперавто, еще в пару магазинов. Ну, все, снимем, все покажем и после всего выезжаем. В Датсан уже не поедем больше, потому что здесь у Ланудэ еще есть один Датсан. Ну, мы решили, что Датсан хватит. Погода пасмурная, очень сильный ветер. Вчера, как приехали, постоянно ветер, ни на минуту не утихает, автобус ошкачает. Что еще хотел сказать, по объездной поехали, мимо Улан-Удэ, нету мест, где остановиться на ночлег. Было пару кафешек, но там, как бы, не встанешь, гостиницы нет. Может, туда дальше дальнобой ездит, но никто нигде не стоит. Вот, мы нашли пятачок, остановились, и один дальнобой ночью к нам присоединился. Как бы, вот, возле Читы было, особенно возле Чернышевска, там как-то были парковки специальные, все. Даже плату брали за парковку. Да, за охрану, как бы, были платные парковки, даже в таком маленьком населенном пункте, как Чернышевска. Здесь такая крупная обездная дорога, и, как бы, ничего нету. Ну, сейчас поедем, посмотрим город, вам снимем, покажем. И в путь, и едем дальше. Вот такая стела, рекламная, не рекламная, информационная, что мы въехали в Улан-Удэ. Вообще, конечно, по всему видно, по дорогам, по движению, что город, конечно, реально большая доля личности. Да. Сразу видно. И везде очень много памятников, да? Да. Олени, животные, вот здесь. Очень, даже по трассе, на подъезде, про войну, да, про все. У них везде памятники. Тут какой-то памятник. Охотнику. Охотнику, наконец. Дома старые еще разрисованные. Да, вообще, интересно. У них все такое о национальном колорите. Ухотнику, конечно, приятнее. Мозаичные такие вот панели. Молодцы. Через 300 метров плавный поворот налево. Ухотнику. Даже высотные дома строились вот с какими-то узорами обязательно. Вот современные и нет, а вот советской постройки, да, с каким-то колоритом. Стрепы вору, да? Да, да. Очень много статуй всяких, памятников. Все невозможно просто снять. Орел. Издалека выглядел копором. А вблизи это орел. Казахстан. Въехали на жилую улицу. Очень красивенько, зелено. Еще даже вот сейчас не распустились деревья. Все равно очень красиво. Чисто. Очень чисто. Затунда. Поверните налево. Ага. Что-то там тоже такое. Что-то там галка. Вон танк. Ага. На постамете. Тридцать четвёрка. Сейчас повернем, можем остановиться. Тридцать. Ну, поснимать. Таня укладывает малышку, Леночку, а я вышел вам поснимать. Интересный город. Чем-то отдаленно напоминает мне улицами Владивосток. Может ошибаюсь, конечно, кто поправит. Но что-то есть, вот что-то я в нем такое нашел. Попробую встать здесь. Здесь пасти. Попс, извините. Ох! Это и тут красота. Вот такой вот он полан УД. Очень интересно, много развязок. Вообще движение, даже вот интенсивность похожа на Владивосток чем-то, да? Ну, он смотрел, пусть левого у них. Поехали в старый квартал у Ануды. Очень старый, старый центр, скорее. Старый центр, ага. Ну, конечно, да. У них в основном тоже преобладает частный сектор. Везде магазинчики бузы, кафешки бузы. В каждом втором доме, даже в деревяшке, в каждом втором доме, сейчас, кафешка сделана. Вот в этом районе. Снова виадук, снова развязка. Опять поедем через... Вот такие вот торговые комплексы. Много тут всяких гипермаркетов, супермаркетов. Огромная территория, и вот много-много всего. Через 200 метров резкий поворот налево. Видим во второй гипермаркет. Подъехали ко второму магазину гиперакта. Тут и М-видео, и ДНС, и... О, кстати, надо подагокабель будет ДНС взять и взять, точно. Кошенкери какой-то продуктовый. Кошенкери. Все как-нибудь. В общем, все здесь в одном районе. А вот в этом инкубаторе вырастает республиканский бизнес. Республиканский бизнес-инкубатор. И идет у вас бизнес, идите в инкубатор. Ну вот, приехали. Это Троицкий храм. Огромная у него тут территория. Папа с леносиком идут. Ага. Сейчас, пойдем поставим свечки. Оказывается, этому храму 200 лет. Больше 200. Больше 200. Странные ученики. Ученики. Вот, ребята, остановились в кафе. Оно построено по национальному традиции. Вот так по кругу сделано. Здесь картины резные, всякие разные. Очень красиво внутри, конечно, классно. Деревянная, дышится. Вообще легко. Вон он, наш обоз. Большой зал. Блин, окна засвечивают на время. Очень демократичные цены. Мы прям не ожидали, что кафе в дороге может так дешево стоить. Ну, наверное, потому что бурятия. Мясо дешевое. Да, кстати, приятный бонус. Мы даже не просили. Нам первым делом подали ребенку стул. Да, у дочи есть свой столик. Давай, ты мне же буршик. Да. Вот оно, кафе с ЛНГ. Всем рекомендуем. Ну вот, время полчетвертого по амурскому времени, по местному полтретьего. Мы выдвигаемся в сторону Байкала. Все достопримечательности посмотреть нереально? Все нереально. Городу Улан-Удэ 351 год, на секундочку. В этом году будет. Вот так вот. Вот такой. Ну, как. Ну, древний, не древний. Но, тем не менее, по сравнению с Благовещенском древний. Много памятников, много-много всего. И еще большие пробки. Много машин, большие пробки. Но, тем не менее, большая культура, ну, как, не знаю, водителей. Я просто город первый раз. И где-то бывает подзатупливаешь. Пока туда посмотрел, сюда посмотрел. В общем, несколько раз за собой хвосты собирал. Никто ни разу не посигналил. Ну, наверное, видят, что это. 28-й регион. Он самуртик. Чего ему сигналить? Ну, вот так вот. Все. Это федеральная дорога. Она же объездная была. На выезде мы покушали. А теперь едем в сторону Байкала. Посмотрим. Сколько у нас километров? Сто с чем-то там. Не помню точно. Врать не буду. А, ну да. Мы сейчас еще заправимся где-нибудь на Русневке. И едем. Селинга. Теперь рядом постоянно с нами. Как сказала Татьяна, будет с нами до самого Байкала. До Байкала, в общем, округленная там. 160 с чем-то. Это 160 километров от того места, как мы отъехали. Дорога в сопку на вершину хребта. Сплошной серпантин. Поворот за поворотом. Есть на 180 градусов шпильтельную. Народ ходит, что-то вдоль дорог собирает. Не знаю, что они там ходят, собирают. О, поднялись. Сейчас спускаться будем. Я так думаю, на следующей сорте будет то же самое. Отъехали. От Улан-Удэ. Не знаю, не видно, наверное. Отъехали километров 80-90. Пошел снег. Мелкий ветер и снег. Снег разошелся. Как бы нам опять не попасть. Какой третий день, да, за это был? Да, третий день. Везет нам на снег. Предупреждаю здесь вот такой стендерс о том, что окрый снег. Что-то дороги сделали. Едем дальше. Вот такая вот она. Федералка на Байкале. Вот такая вот. Ну вот, хоть убей меня. В 2008 году, да, она была сдана. Но не может за 10 лет нормальная дорога федеральная в такое состояние прийти. Не может. Вообще, прям отстиральная доска. Вот там машину с такой дорогой сзади не потерять. Впереди еще клещ. В общем, кто собрался в этом году повторять наш подвиг, снимайте бандера. Здесь у вас низкая машина. Вот такой вот месяц май. В поселке Бабушкин на Байкале. Мы-то размечтались. Приедем. День-два на Байкальчике отдохнем. Поглядим на его красоту. А тут чего глядеть, видимость. Метров сто. Обалдеть. Вот это май. А, залепило все. Там где-то Байкал, но мы его не видим. Вот такой вот он, Байкал невидимый. Тут даже перевалы невидимые. Проехали полстрады, чтобы не увидеть Байкал. Да, проехали полстрады, чтобы не увидеть Байкал. Поселок Бабушкин на берегу Байкала. Мы решили проехать до следующего поселка. И там выехать на сам Байкал. Снег как раз решил прекращаться. Да, как раз снег вроде прекращается. Торговцев омулям видно не было. Вот. Да. Если кому надо, могу этот скрин, наверное, выложу все-таки. Скрин маршрута, как мы сюда доехали по гугл-картам. Все, мы на Байкале. Хоть с такой погодой, но все равно. Не важно, Байкал есть Байкал. Проехать мимо мы не могли. Волны, как на море там. Реально такое ощущение, что ты на море. Мы на Байкале. Мы на Байкале. Ура. Ребенок все. Ветер такой, конечно. Ветер. Ребенок. 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 Ребенок.